Вы знаете, Чернобыльская катастрофа отодвинула развитие атомной и ядерной энергетики на многие десятки лет. Были замороженные строительства атомных электростанций, прекратилось их развитие. И во многих странах мира то же самое перешли к закрытию атомных электростанций и их строительству. В настоящее время жизнь показала, что атомная энергетика является наиболее экологичной и в Беларуси строится атомная электростанция, в Прибалтике строится именно, в Калининградской области атомная электростанция. То есть развитие атомной энергетики наконец-то получило свое развитие. Конечно, в мышлениях людей, особенно старшего поколения, ощущается вот эта крупнейшая ядерная катастрофа современности. Академик Легасов в свое время сказал, что она на уровне уничтожения Помпеи. И будут помнить о ней многие годы. Дело в том, что действительно там, где выпал Плутоний, десятки тысяч лет в период распада, конечно, будут об этом помнить, и город Криппять, который попал как раз в эту зону, закрыт. И никто там в ближайшие десятки тысяч лет не будет уничтожить. Социальные вопросы, которых вы тоже у меня спросили по поводу социальных вопросов. Закон о Чернобыле, который был принят в 1991 году, в настоящее время работает процентов на 30. Всем чернобыльцам убрали льготы, особенно льготы по лекарствам, по бесплатной путевке. Ну и все остальное. И говорят, ну что, живы и рады. На самом деле, люди, которые там были, совершили подвиг. Они воевали с невидимым врагом. Этот враг нанес колоссальный ущерб. И еще последствия его изучаются. А я по себе знаю о том, что раньше были льготы, а сейчас я их не имею. По сути дела, лекарства, которые мне каждый день нужно принимать, стоят меньше, чем ту сумму, которую мне доплачивают. То же самое касается всех чернобыльцев. Если бы я не был военным пенсионером, я не знаю, как вообще.